Здравствуйте, меня зовут Грегорий Хоробин, я из КАЦ колледж в Кембридже и очень рад, чтобы я смогли вам дать презентацию по поводу, что это значит международный колледж, потому что это не очень часто бывает, что люди не понимают, что это значит международный колледж, потому что сегодня здесь у нас 26 школ пенсион здесь в зале во время презентации и у нас есть один международный колледж, это КАЦ колледж сегодня. Я просто хочу вам объяснять, что это значит международный колледж и какая разница существует между школ пенсионов и нашей интернациональной колледж. Вы все меня понимаете, да, когда я говорю по-русски? Хорошо, потому что я знаю, что я сделаю маленькие ошибки, но это самое главное, что вы понимаете целое, о чем я говорил. Так, самый первый вопрос, это как выбрать самую лучшую школу для себя и для своих детей. Это очень важное, большое решение закончить среднее образование за рубежом, очень сложное решение, то есть следующее решение это закончить за рубежом, второй вопрос это выбрать школу, как выбрать правную школу. Кто знает, что это такое? Я не очень, потому что Свет, я очень хороший дед, кто знает Гарри Поттер, кто знает вот эта шапка, которая будет вам помочь выбрать правильный дом в школе Гарри Поттер. Я просто показать вот это, потому что для того, чтобы выбрать правильную школу, если бы это было так полезно, просто шапку насти, вот эта выставка не надо, просто нужную шапку и все, лететь и выбрать правильную школу. Это просто шутка, потому что это не так логкое решение выбрать правильную школу, потому что в Англии у нас больше 700 школ пенсионов в Великобритании. Сегодня 26 присутствует во время этого выставка сегодня, но в итоге в Англии есть много, много хороших, разных школ, то это очень сложное решение, как выбрать школу пенсионов. Они все разные, например, вот здесь написано несколько нисколько идей, которые вам нужно придумать, когда будет сегодня говориться с школами вот здесь во время презентации, во время выставки, это где они находятся, потому что есть разные школы, может быть это будет в Шотландии, в Уэлзии, в Англии, в древние, в городах, они все разные. А по поводу итос, как душа школы, какие-то мероприятия, какие-то специальности, есть много-много разных тип школ. Например, вам нужно смотреть, какие студентки уже там на месте, может быть только для девушек, только для мальчиков, для обоих. Есть те, которые должны быть, например, для религиозной школы, это значит, те, которые будут, например, для христианства, либо те, которые не региозны в школе, то это для каждого есть выбор, который очень важный вопрос, и нам нужно уточнить. Даже как туда поступить, потому что в каждой школе есть свои требования. Начинать процесс иметь семь лет, девять лет, тринадцать лет, нужно сделать тест, для того, чтобы поступить к нам на A-Level, вы должны иметь, как десять GCSE, оценки A, либо B. У каждой школы есть свои требования. И Pastoral Care это просто значит, как они будут просто помочь развитию человека, как они будут помочь студентам стать более взрослым, и быть готовы для будущего. То есть много-много, и каждая школа разная, абсолютно разная. Тут очень сложно решить, как это возможно выбрать. Есть организация, называется International Schools Council, ISC. Наверное, все школы сегодня, они члены этой организации, и наша школа также он член этой организации. В этих школах полумиллиона студентов, 500 тысяч студентов. В этой школе не только так, потому что есть много филиалов, и для детей, тут много-много разных школ, а внутри 26 тысяч студентов не барицанских. То это значит, что почти 5% студентов в этих школах не британских. Это 95% будет британских студентов. Наоборот, в Международном колледже 95% иностранных студентов, только 5% максимум будет из Великобритании. То это значит, что будет очевидно, что есть большая разница между иностранных студентов. Потому что школа и пенсион это для британских студентов, большинство, а наоборот Международный колледж это для тех, которые хотя бы закончат среднее образование в Великобритании, но только для международных студентов. Есть разница. Если вы знаете систему образования в Великобритании, у нас есть 13 лет образования до университета, у вас 11 лет. Если мы будем заниматься в Англии, самый главный экзамен, государственный экзамен. Для этого, чтобы поступить в ВУЗ в Великобритании, вы должны закончить A-Level. A-Level – это государственные экзамены во время последнего курса учебы в школах, когда студент имеет 18 лет. До этого еще государственные экзамены имеют 16 лет. Это GCC называется. Это два этапа государственных экзаменов. Если мы будем смотреть только boarding school, вы сможете начинать процесс 4-5 лет. Начинается процесс до 18 лет. Вы сможете закончить полное среднее образование в школе пенсионок. Но если мы будем смотреть в Международный колледж, это будет только 14-15 лет. Это только последние экзамены. Государственные экзамены, GCC и A-Level, и все. То это значит, те студенты, которые выбирают быть студентом в Международном колледже, они имеют тот же самый возраст – 15-16 лет. То есть такие разницы между школой пенсионной и Международный колледж. То, например, если мы просто думаем по поводу International College, Международный колледж и системы образования здесь на Украине, те, которые имеют после 9 класса, после 10 класса и после 11 класса, какие варианты, как поступить в ВУЗ и как закончить высшее образование после школы, Международный колледж будет либо после 9, 10, 11 класса. То это значит, что результаты квалификации – это то же самое, как это будет и в школе пенсионной, и в Международном колледже. Потому что в конце концов это тоже самые государственные экзамены. Это не другие экзамены, это тоже самые государственные экзамены в конце концов. Ну так, то что это значит Международный колледж? Но большинство международных колледжей находятся в самом центре города. Может быть в Лондоне, в Кембридже, в Оксфорде. То это не в древне. Много-много школ и пансионов, они находятся на территории в древне, как в закрытой школе. Наоборот, Международные колледжи находятся в самом центре города. Ближе к аминетии, то это значит, что библиотеки, музеи, театры. И также ближе к университетам. Например, если вы хотите поступить в ЛСИ, UCL в Лондоне, это возможно выбрать колледж рядом, как сосед университета. То есть несколько вариантов. Уроки и учеба сами, мы готовим свои уроки, мы думаем только в глазах международных студентов. Например, если будем говорить по поводу язык, английский язык, мы будем готовить уроки, и мы будем думать как международный студент, который свой первый язык не английский. Но наоборот, когда мы будем закончить в школе пансионок, да, они будут помочь студентам, которые свой первый язык не английский, но большинство студентов в классе британский. То это значит, что если ваш язык чуть слабый, они будут медленнее работать для вас или нет. они будут работать для британских студентов, честно говоря. То это значит, что вы не так... I forgot the word. Majority. Помогите мне. Большинство, да, большинство. Это значит, что вы не... Может быть, бывает, что вы будете уникальные студенты из Украины на школе пансионы. Может быть, так бывает. Но у нас будет много-много разных студентов из разных стран. Такой международный колледж будет помочь студентам стать более независимыми. Это значит, что они будут жить в резиденции, они будут более готовы к жизни после школы. То они уже знают, как помогать себе. Например, наши студенты будут, они не знают, как нажимать кнопку и использовать на стороне машины. Они не знают, как использовать. Но если они будут, например, в школе пансионов, они ничего не сделают для себя. То это значит, что это не только система обучения, это система, как помочь студентам стать более независимыми, более самостоятельными людьми. Как я сказал раньше, мы большинство, мы помогаем студентам закончить государственные экзамены, как A-Level, последние государственные экзамены. Это наш цел. Помочь студентам успешно закончить экзамены и поступить в самый лучший вуз для своих мечтей и для своих возможностей. И даже последний интересный пункт. Те студенты, которые хотят здесь закончить аттестат и тогда начинают процесс A-Level, например, либо Foundation, мы можем помогать студентам 17, 18, 19 лет. Наоборот, в школе пенсионов это будет очень сложно для этих школ дать приглашение студентам, которые уже стали 18 лет. То это значит, что это чуть более гибкая система, чем в школе пенсионов. Наоборот, международный колледж, что у меня нет, whatever you're not. Что это такое, кто знает? Рагби. Рагби. Снег идет, сильный мороз, это суббота утра. Если вы будете в школе пенсионной, вы должны играть в спорт суббота утра. Мороз, снег, дождь, пожалуйста. Ну это хорошо для тех, да, это зависит от личности. Я сам занимался рагби, по субботам мороз. Это было хорошо для себя, но в международном колледже не обязательно. Уроков нет по субботам. Не надо обязательно играть в спорт. Это шутка, но это, в принципе, вам показать какие-то маленькие разницы. Еще, вот это просто старые фотографии церковь. Много-много в школе пенсионов церковь, вы должны каждое утро. Это будет серьезный, традиционный. Это очень хорошо. Есть великолепные, мне очень нравятся в школе пенсионной, но это зависит от личности каждого студента. Если они более привыкли, более свободные жизни, может быть, с детства в Киеве они переехали, жить в деревне в Великобритании, играть спортом, церковь каждый день, это будет чуть-чуть сложно для нескольких студентов. И форума нет. В международном колледже форума нет. Это просто значит, что мы более демократически, не надо в галстуке сидеть в классе. И даже меня зовут Грегорий, меня зовут Грегорий. Меня не зовут господин Хорубин, сэр, я Грегорий. Это более демократически, потому что для международных колледжов мы просто хотим студентам стать взрослыми людьми. Так, международный колледж. Это будет дать другой вариант для студентов. Да, много-много студентов они выбрали бы в школе пенсионной. Великолепная идея, великолепный вариант для многих студентов. Но если те, которые не будут правильным местом для каждого, то это другой маршрут, другой путь к университету. В принципе, в международном колледже и в школе пенсионов то же самое выбор предметов, то же самое качество обучения одинаковое. И, в конце концов, в руках будет сертификат A-Level. Это не важно, откуда вы закончили A-Level. Самое главное – это оценки. Сколько A, B, C и дальше. То, в конце концов, результаты одинаковые. В международном колледже, может быть, это самое-самое главное слово здесь будет flexibility. Это значит, что система у нас очень гибкая. Если студент хочет менять предметы, нужно какая-то дополнительная поддержка и дальше. Еще урок английского языка. Нужно повторить урок, потому что он не понял вопрос из-за языка. Международный колледж будет, пожалуйста, повторить урок. Будет дать еще дополнительную помощь каждым студентам. Международный колледж — coeducational. Это и для мальчиков, и для девочков. Это без религии. Это значит, что церкви нет. Религия — это важно для человека. Но для нас самое главное, это будет как успешно. Они будут закончить свои уроки, домашние знания и закончить экзамены, государственные экзамены. По поводу резиденции — очень интересный пункт. В международных колледжах у каждого будет свой номер, душ, туалет внутри. Если вы будете выбирать много школ и пенсионов, может быть, будет 4, 5, 6 студентов в номере и общий туалет. Ну, это хорошо. Но если человек, который может быть чуть-чуть уже 16-17 лет, лучше было бы, например, жить одна, один в своем номере. И маленькие, так сказать, 10-12 студентов в классе, достаточно хорошего качества студентов в классе. То есть маленькие-маленькие варианты между колледжами. Если мы будем смотреть расписание, это расписание у нас, например. Очевидно, что в понедельник по пятницу расписание, они в субботу свободны. Уроков нет по субботам. И после уроков полчаса они свободны. Домашние здания, да, они должны закончить домашние здания, но не написано на расписание обязательный период для домашних зданий. То есть маленькие разницы. Мы считаем, что наши студенты смогли выбрать себе, когда они будут закончить свои домашние здания. Может быть, во время обеда, когда есть свободный урок, может быть, в резиденции, может быть, в библиотеке. Это их относительность. Они сами должны решить и успешно закончить домашние здания. Но в школе пансионок будет время два часа каждый день. Обязательно должен сидеть в библиотеке и закончить домашние здания. Но это хорошо. Это хорошо для тех, но у нас это по-другому система. Сейчас я просто хочу подробнее сказать по поводу свой международный колледж и как мы работаем с нашими международными студентами. Вот здесь написано наш цель. Как мы помогаем студентам? Мы просто хотим помочь всем заполнить свой потенциал, стать более независимыми и быть готовыми для будущего как глобальный citizen. У нас, как в обычной школе пансионе, очень хороший широкий выбор предметов. И мы помогаем студентам поступить в ВУЗ после любой специальности. Пусть это будет стать инженером, стать врачом в сфере искусства, дизайна и дальше. И потому что мы помогаем не только британским студентам, это значит, мы можем помочь студентам выбрать, например, foundation. Это квалификация только для международных студентов, который закончил аттестат, а не хочет поступить в ВУЗ. Это курс на один год. Но в типичных школах пансионок у них нет такой foundation, потому что у него большинство студентов из Великобритании. И вот эта квалификация только для международных студентов. То это значит, что в международных колледжах может быть еще выбор для будущего. У нас, как КАЦ колледж, у нас есть три колледжа в Кембридже, в Кантербрии и в Лунии. Просто буду быстро вам показать несколько фотографий наших колледжов, и после этого будут вопросы. То Кембридж, у нас есть колледж в самом центре Кембриджа. Мы находимся, если кто-нибудь здесь был в Кембридже, кроме меня? О, ура, хорошо. Если вы знаете, но это в самом центре, то вот здесь университет Кембриджа. Университет сам, есть 32 колледжа, которые независимые колледжи, которые собираемся как один университет, как федерация. То у вас есть Trinity College, St. John's College, и мы находимся здесь. В самом центре города, то это очень видно. У нас нет, например, футбола, рагби. Нет у нас вокруг. Вокруг нам университет. То это значит, это и Starbucks, и McDonald's. Хорошо? То если человек, который хочет быть более независимым, закончит учебу в самом центре города, и тогда в библиотеку, может быть, в театре, это будет хорошее место. Но если вы предпочитали быть в древне, в закрытой школе, и там будет все осмотрение, пожалуйста, это будет лучше выбрать в школе пенсионной. Закончить. Вот наш блок науков, наши библиотеки. Как я сказал, формы нет. Это наши резиденции, одноместные. Общая кухня – это очень современное, удобное место быть студентом. Еще один вариант – Canterbury. Никто не знает, где находится Canterbury? Кроме меня? Ура! That's good. Perfect. Okay. Canterbury – очень красивый, безопасный. Это не значит скучный, но безопасный город. Частные поезды из Лондона на юге. Там три университета недалеко до Лондона, недалеко до Парижа. Два часа на поезде до Парижа. Очень полезно по субботам до Парижа. Великолепное место. Наши студенты – это наш колледж. У нас есть своя библиотека, но наши студенты имеют возможности использовать библиотеку университета – University of Kent. Для тех, которые хотя бы думают уже как студентам в университете, пожалуйста, по субботам зайти в библиотеку, используйте библиотеку университета. То есть такие связи, есть такие разницы между типичной школой и пенсионной и те международные колледжи, которые находятся в центре города. Это место для домашних зданий, столовая и резиденции. Это в центре Кантербрии. Очень известный собор в центре Кантербрии. Очень красивый. Создан 1200 лет назад. Тут очень много историй в центре Кантербрии. А последний международный колледж у нас, КАЦ, находится в Лондоне. Лондон – неизвестный город в Англии. Мы находимся в самом центре, в районе Блумсбери, называется. Это 5 минут пешком до London School of Economics, UCL, SOAS и разный известный университет Лондона. Недалеко из суд-курс. Телектику, хотя бы стать юристом. Очень интересное место закончить свои средние образования для того, чтобы поступить в вуз. Вон маленькая карта. Например, у вас Covent Garden, Oxford Street. Мы находимся здесь. Британский музей. London School of Economics. Очень интересное место быть студентом. Но… Very bad for shopping. Хорошо, это наш колледж. Так, старый фасад, внутри современный. Столовье, библиотека и резиденция. Хорошо. Это были бы очень быстрые презентации по поводу международного колледжа и школы пенсионной. Может быть, у вас есть какие-то вопросы по поводу, что это значит международный колледж, какие разницы существуют, как выбрать между этими школами. Либо, может быть, вы все знаете уже. Вопросов нет? Хорошо, спасибо за внимание. Очень приятно. Надеюсь, это была полезная презентация. Но если у вас есть личные вопросы, я бы очень рад потом дать вам еще информацию. До встречи. До встречи. До встречи. Продолжение следует...